Подводим итоги матч ветеранов СК Волна-Д, победа морских со счетом 3-2, Николай Бортничук и Иван Фололеев. Николай, ну, из положительного на отметим, единственное, что наконец-то вы забили после двухматчевой паузы. Почему так произошло, ввели 2-0, а в итоге проиграли? Да, сами отдали игру, до 2-0 вообще шикарно играли, забили 2, поверили в себя, сели, пропустили 2, в конце глупо разыграли аут, полетели всей командой забивать, хотели выиграть, ну вот, нас наказали за это. Но сегодня я на самом деле поблагодарю своих парней, до этого я их ругал, сегодня с бешеными проблемами мы приехали сюда играть, но сыграли вполне достойно с одной из самых, наверное, сильных команд этого дивизиона. Ну, хоть подели, что за были проблемы, это вроде состав-то сегодня убой на вас был. Состав убитый, у нас Васильев, наверное, неделю или, может быть, уже две вообще ничего не делал, только после простуды. Я немного приболел, плюс травма у Савина, травма у Николаева, а это все основные игроки. Ну, вот так играем и вот так приходится играть нам. Ну, давай разберем ключевой эпизод, который случился на последней минуте, ваш аут или угловой. Дмитрий Штягин сигнализирует, что он поломан, он там хромает на одной ноге и было понятно, что если потеряете контратаку, он там ничего не сделает. Ты как-то этот эпизод имел в виду или даже был весь в атаке? Почему, не знаю, не сделали замену? Не знаю, как к этому голу-то все привело? Да нет, дело в том, что глупо разыграли аут, зачем скидывать ближнему игроку? Кидай в штрафную, а там уже может быть что-нибудь забьем. А кидайте игроку в угловой, и какой от этого смысл? Его быстро накрыли. На самом деле Штягин апеллировал, чтобы осталось несколько игроков сзади, никто его не послушал, он остался один. Там я видел, кто-то Савин или кто-то второй возвращался. Ну, надо было кому-то вернуться. Да и поверили, поверили, захотели выиграть, блин, и побежали все вперед. Не, ну да, Штягин реально просил помощи, но вот, наверное, как ты, как капитан, должен был кого-то его отправить-то? Я думал, он дозвался до кого-то, я, на самом деле, упустил этот момент почему-то. Я думал, что кто-то вернулся. Я повернул голову, кто-то возвращался. Потом пошла контратака, я повернул голову, он до сих пор возвращается. Ну, вот такой момент. Ну, я говорю, с тобой соглашусь, отличная игра с вашей стороны до 2-0, потом волна забрала инициативу, знаешь, как будто она этих двух пропущенных мячей ждала, забила и до конца матча доминировала. Да, я думаю, что вот при такой игре, как посложилось во втором тайме, наверное, 2-2 был для вас отличным итогом, потому что у них были моменты, но в итоге вы проиграли. Согласишь со мной? Да, полностью согласен, 2-2 нас бы полностью устроило, но вот так вот, третье поражение к ряду. Иван, как смотрелась игра сначала со скамейки, а потом с последнего рубежа? Первый тайм была очень ровная игра, ну, мало что получалось у нас в атаке, я даже скажу, что у соперников было побольше моментов. Пропустили гол опять с углового, опять с дальней штанги, потом я вышел во втором тайме, пропустили опять второй, вообще нелепый гол, хотели скинуть мне головой, но так получилось. Неудачная скидка назад и 2-0, но этот гол вообще послужил толчком, и мы им стали вообще, забрали инициативу, стали играть намного лучше и забили три гола. Ну и да, конечно, в конце соперник немножко помог, так сказать, аут, разыграв неудачное, и дать нам возможность убежать в контратаку 3-1, и мы забили этот важный гол. Так Иван, а что мешало с самого начала играть, так как во втором тайме при счете 0-2? Хороший вопрос, вроде настраивались на соперника, соперник идет на третьем месте, соперник серьезный, не знаю, подумаем после игры, главное победа. Сегодня как-то у вас было такое, на самообеспечении практически, да, не было ни Николая Маркина, ни Петра Плешкова, тренера дубля, сегодня Сергей Галушин руководил, это как-то отразилось, может быть, на игре? Нет, это никак не отразилось, все пацаны и были заряжены, все были готовы, все хотели выиграть, результат это было, получился. Ну как ты вообще считаешь, если так по чесноку заслужили победу, или все-таки ничья была бы в закономер? Ну, конечно, я по-другому сказать не могу, победа, она и есть победа, сопернику спасибо за игру, он тоже бился, старался, хотел выиграть, результат, какой есть, такой и получился. Спасибо, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!